Всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться большой радостью, очень большой радостью, потому что у меня финиш и не просто финиш, а финиш по новой для меня работе в плане техник выполнения. Это вышивка натуральными камнями, трунцалом и другими различными украшениями. Не просто бисер, трунцалка, нитель. Это набор фирмы образа в каменьях. Покажу вам обложку. Вот обложка набора. Спиридон Тримефутский. В набор у нас входят здесь инифрит, золотая яшма, аметист, хрустальные бусины, винтажные звездочки, металлические шарики, металлическая тесьма и много много всего интересного. Есть с обратной стороны вот такая подробная инструкция. С левой стороны у нас подробный ключ. В наборе входило три больших пакета и каждый пакет содержал тоже определенные материалы. И в ключе указано вот так пакет номер один, пакет номер два, пакет номер три с цифрами и конечно же значками. Также здесь по схеме вынесены вот такие вот сноски, которые также дублируют значки по схеме, чтобы мы могли уже более точно знать какой-то номер. Может быть что-то плохо припечатано или нам непонятно. Здесь есть вот эти обозначения. Мы видим, как что вышивается. Ну, вот они номера пакетов. Также здесь есть в принципе подробная инструкция. Указаны здесь как нужно пришивать бусины, как выполнять какие-то сложные элементы. Вот в данном случае крестик, шапочка спиридона. Вот такой элемент с обвитием бусины. Также вот здесь указано как выполняется крестик и с обратной стороны элемент шишка. Видите, все очень подробно, четко и в принципе достаточно понятно. То есть я при выполнении работы не увидела каких-то сложностей. Все мне было понятно. Здесь также описание есть, как мы работаем с трунсалом. Поэтому все достаточно понятно. По схеме вопросов у нас нет. Также в наборе шла большая схема. Более четкая, более подробно. Ну и этой схемой я не пользовалась. Видите, здесь очень-очень крупная четкая схема. Я ее не разворачиваю вообще ни разу. Мне достаточно было вспомогательной схемки на обложке. Она действительно нужна, потому что в тканях были такие маленькие обозначения, совсем меленькие, которые сложно было рассмотреть какой-то значок. И в этих случаях я обращалась, конечно, уже к схемке. Вот. Работа у меня была начата в май месяце, в первых числах. И завершилась 31 мая. То есть я ее вышивала, ну, буквально всего лишь один месяц. Но, к сожалению, в видео она не вошла в итоге за май месяц. Потому что видео я сняла в субботу. Уже его сразу выложила. И поэтому эта работа теперь войдет в итоге июня. Но я думаю, это не критично. Один день плюс-минус такой огромной роли не играет. Самое главное, что работа завершена. И я этому очень-очень рада. Спешу сегодня снять это видео. Снимаю вечером. Надеюсь, с освещением у меня все получится. Потому что я прям завтра хочу бегом-бегом в багетную мастерскую. Я уже с мужем договорилась и решила не не ждать, не томить, а сразу отнести в багетную мастерскую. Потому что здесь такие материалы сложные. Я не хочу, чтобы они пылились, как-то заминались. Сразу нужно запаковать и повесить на стеночку. Уже любоваться этим результатом. А результат мне очень-очень нравится. Процесс захватывающий. Знаете, я вот не спешила ее вышивать, но просто не могла остановиться. Это такой процесс, как что-то очень вкусное, как семечки. Вот пока не доешь, успокоиться невозможно. И переключалась я, конечно, и на другие мои работы, процессы. Но периодически опять возвращалась к этой работе. И делала подходы. Вышивала, вышивала. Вот вчера уже все завершила. И сегодня делюсь с вами этой радостью. Сейчас мы с вами подробненько все посмотрим. Каждый элемент. Я вам все покажу, расскажу. И в конце мы поговорим о материалах, об остатках. Итак, давайте я сейчас сделаю увеличение. Надеюсь, камера... Вот, хорошо. В принципе, хорошее увеличение. Все прекрасно видно. Я начала мою вышивку снизу и стала потом продвигаться, вышивать одежды. Самое интересное здесь для меня это одежды святого спиридона. Больше всего мне понравилось работать с хрустальными бусинами. Это вот эти белые хрустальные бусины. Здесь есть и другого цвета бусины, но мне очень понравились беленькие. Не знаю, они так блестят, как бриллианты. И было очень приятно, конечно, их пришивать. Здесь три размера бусин. Есть крупная бусина, есть средняя и есть бисер. За счет того, что используются разные размеры, получается вот такое монолитное покрытие. Нет пробелов, нет прогалов. И плотная получается зашивка. Мы видим только белый цвет. Очень шикарно смотрится. Постараюсь еще немножечко вот так вот поворачивать раму, чтобы вы могли посмотреть блеск. Мы постараюсь вам показать, где эти разные бусинки. Вот здесь средняя и вот здесь вот идет у нас бисер. Видите, практически незаметно. Но еще он блестит. Может быть, камера и не очень передаст весь этот блеск. Дальше, что у нас еще в одеждах. Вот крестик. Вокруг крестика пришивалась конетель. Конетель это такая тоненькая проволочка, как пружиночка. Тоненькая пружиночка. Ее нужно было растянуть и потихоньку пришивать медного цвета. Она очень тонкая, очень капризная. Вот здесь ее можно видеть лучше. Вот здесь, по краюшку у факела. Видите, вот эта проволочка. Сложно было ее пришивать, чтобы не было видно ниточку, чтобы ниточка попадала между витками этой пружинки и прикрепляла ее. Здесь я помучилась немножко и делала подходами. То есть не сразу полностью ее пришивала везде, а старалась расправлять другими, более приятными материалами. Очень красиво идет обрамление одежды. Здесь тоже бусины. Бусины у нас хрустальные. Бисер разного цвета и разного размера. Видите, вот так по кругу. Очень все это красиво смотрится, факторно. Вот одежда, конечно, особенно вот этот участок. Это очень интересно было все здесь выполнять, пришивать. Разнообразные материалы. И здесь тоже очень много и бисера и разных размеров хрустальных бусин. Поэтому вот глаз как бы их не выхватывает, но их здесь много. И за счет этого смотрится вот так вот очень плотно получается зашивка. Также в одежде используется крупный трунцал. Вот такой вот. Я его выкладывала уже после того, как пришила все бусины и бисеринки. Рекомендуется сначала пришивать, конечно, трунцал, а потом все остальное. Но я начинала с бусин и бисерин. Мне хотелось именно попробовать прикоснуться к этим материалам. Но потом уже я пришивала вот эти элементы. Я могу сказать, что это не критично. Все можно пришить, со всем можно справиться. Также здесь используются вот такие вот хрустальные бусинки, как капельки. Они мне очень-очень тоже понравились. Я их сразу пришила. И потом мне пришлось пришивать креник, который находится вот между ними. Тоже создает вот этот блеск, этот эффект, что здесь капают такие вот капельки. Наверное, как воск капает. Факел. Факел. Мне очень понравилось вышивать. Здесь такая красивая палитра. Но единственное, что меня здесь расстроило, то, что мне не хватило четырех хрустальных бусинок. Мне пришлось их заменять другим цветом. Ну, в общем-то, незаметно. Но, как бы, вот такой момент, да, что не хватило бусинок, это расстраивает. Ну, в целом, получается очень красиво, ярко, сочно. Факел прям такой очень насыщенный. Дальше, что интересного из одежды. Присутствуют вот такие интересные элементы на рукавах, на рукаве, точнее, у спиридона. Это пружинка, очень плотная, очень крупная. Ее нужно было растянуть и выложить по форме. Ну, я выкладывала пинцетом, ее выгинала, чтобы она приняла именно форму, как бы, одеяния. Но, скорее всего, здесь лучше использовать круглогубцы, у кого есть, чтобы можно было взяться и хорошенечко ее растянуть и сделать полукругом, как бы, так. Ну, одежды очень красивые, очень интересно все это пришивалось. Причем, видите, здесь совершенно разное направление. Идут вот бусины вот так, потом вот так. Эти бусины вот таким изгибом ложатся. Здесь прямая линия, заполняются потом все промежутки. В общем, интересно заполнение, сочетание. Разработка, конечно, очень-очень интересная, грамотная. Вышивается с огромным интересом. Вот с этой стороны тоже у нас зеленые хрустальные бусинки. Темно-зеленые, светло-зеленые, белые. И вот перейдем к элементу крестик. Такой тоже очень яркий и интересный элемент. Здесь у нас используется металлический крестик, металлическая бусина и еще вот такие металлические украшения. Я вот задалась себе вопросом, задаю себе вопросом, точнее, а как себя поведут эти металлические элементы с течением времени. Потемнеют, не потемнеют. Материал, мне кажется, очень такой простой. И вот не знаю, как они будут себя вести. Если это все почернеет, будет, конечно, очень жаль. Ну, сейчас смотрится все, конечно, очень красиво. Дальше будем надеяться. Нам остается только надеяться, потому что вариантов других нет. Значит, здесь у нас пришиваются металлические вот такие бусины. Дальше крестик у нас обрамляется по кругу очень жесткой такой проволокой. Она была в пакете такой небольшой отрез этой проволочки, такой кусочек. Ее нужно было очень хорошо растянуть. Она очень жесткая, держит форму. И потом нужно было обшить этой проволокой крестик. Я эту проволоку нарезала на три части. Одна часть это одна сторона крестика, вторая часть, а третья это то, что идет по кругу. Примерно померила. И потом с помощью пинцета тоже ее согнула. Но если у вас есть круглогубцы, конечно, лучше тогда сгибать с помощью инструмента круглогубцы. Дальше в серединку крестика у нас здесь пришиваются вот такие розетки металлические. Вот здесь, я думаю, вам видно хорошо. Вот розетки. И в центр розетки пришивается аметист. Такие камушки. Вот так. И маленькая изюминка. Совсем чуть-чуть. Вот здесь по кругу у нас идет ювелирный бисер. Вот такой красивый крестик. Очень яркий и объемный. Дальше. Следующий элемент. Следующий элемент это нимб и шапочка спиридона. Нимб я вышивала долго, потому что здесь вы видите очень много лучиков. И нужно было делать перерывы, потому что устают глаза. Все это очень блестит. И я думаю, что сейчас, ну вот я сейчас смотрю на камеру и мне видны мои первые ошибки, недочеты по пришиву трунсала. Вот с этой стороны видны немножко белые ниточки. Я когда начала пришивать трунсал, я сначала не могла разобраться, как нужно прятать белую ниточку. И просто пришивала поперечными стежками. Потом немножко я разобрала, стала его растягивать чуточку получше. И стежочки стали прятаться в переплетении трунсала. Видите, что здесь уже этих стежков не видно. Вот только с этой стороны чуть-чуть. Но и эти стежки видны только на камеру, потому что есть очень сильный блеск. Соответственно, очень крупное увеличение. А вот невооруженному глазу, конечно, эти стежочки незаметны. Ну и то я смогу, наверное, иголочкой их как-то подпрятать. Ну постараюсь, во всяком случае, исправить. Да, есть какие-то недочеты, но будем стараться улучшать техники. Потому что эта работа была моя первая работа. Материалы для меня были в новинку. И, конечно же, какие-то есть первые недочеты. Но для первой работы я считаю, что я очень хорошо справилась. По кругу нимба пришивается вот такая веревочка с бусинками. С нанизанами. Нужно просто по краю пришить. И сложная была шапочка. Шапочка вышивается медным трунсалом. Вы видите, здесь направление стежков тоже, вот этих полосочек, совершенно разнообразное. Нужно было тоже его нарезать и пришивать, соответственно, по схеме. И между трунсалом идет конетель. Вот эта тоненькая медная проволочка, конетель. Она очень неподатливая. Ее тоже нужно было нарезать, выкладывать. Ну, в общем, шапочка у меня заняла тоже много времени. Но итогом я довольна. Может быть, конечно же, опять не идеально. Потому что моя первая работа. Но в целом, мне кажется, получилось очень даже симпатично. Ну, мне кажется, все хорошо получилось, в общем-то. Что тут говорить? Я старалась. Так. Так, так, так. Потихонечку будем перемещаться. В уголки работы буду вам показывать другие какие-то элементы. Стараюсь держать под лампой, чтобы вам все было хорошо видно. Начинала я вышивать снизу. И здесь какие материалы используются. Нефрит. Это у нас аметист. Это у нас зеленая яшма. Ну, и также вот такие вот золотые бусинки по контуру работы. Ну, и также трунцал. Трунцал вот здесь я пришивала уже после того, как я пришила бусины. Я как-то боялась сразу за него браться. И решила, думаю, ну, пришью хотя бы немножко бусинок, камушков, попробую. И немножко наберу смелости, чтобы взяться за трунцал. В принципе, нормально он пришивается. И я не увидела каких-то особых сложностей. И, конечно, на чистом поле, без бусин пришивается намного проще. Но и так тоже можно. Вот. Я вверху уже потом пришивала везде трунцал. Ну, я справилась. В общем, можно и так, и так. Как вам удобно. Производители рекомендуют сначала трунцал, а потом уже все остальные элементы пришивать. Вот. И здесь у нас аметист пришит, яшма и нефрит. Красивые камушки. Также есть бисер золотой. Хрустальные зеленые бусинки украшаются. Я вышивала как бы по цветам. Не делала организацию. А просто брала те материалы, которыми планировала работать в данном участке. Пересыпала небольшое количество вот в такой органайзер, самый простой. Видите, я еще не все материалы разобрала. Остались какие-то бисериночки. И работала с этими материалами. Вышивала. Если что-то оставалось, перекладывала обратно в пакеты. И все. И поэтому мне не потребовалось какой-то организации. Но у меня работа небольшая. У меня эта работа всего лишь 25 на 23 сантиметра. Поэтому я смогла обойтись без организации именно в контейнере. Как обычно все это делается. Если у вас большая работа, то нужно, наверное, конечно, делать организацию. Также я здесь впервые в жизни попробовала выполнить элемент шишку. Для меня это было что-то новое. Казалось мне это чем-то таким неподъемным, сложным. Но такая легкая инструкция, что я разобралась очень быстро. И быстро справилась с этим элементом. И я поняла, что мне нравится вот это оплетание, пришивание бусин, бисерин. Все это блестит. Очень эффектно, красиво смотрится. И я заразилась всей этой красотой. Поэтому, если вы спросите, буду ли я еще вышивать такие работы, буду. Да. И у меня в планах к дню рождения я собираю себе на троицу. Вот. Так. Здесь у нас еще одна шишка. Здесь зеленая яшма. Очень красивые натуральные камни. Вот они. Еще одна такая шишечка. Также из интересных элементов, украшающих работу. Это вот такая сеточка. Вышивается креником. По ключу вышивается в две нити. Я вышивала в одну нить. Так как мне так больше нравится. Изящный, аккуратный блеск. Такой тоже более аккуратный, изящный блеск. Так, переставлю немножко камеру. Покажу вам верхние элементы. Итак, верхний элемент из интересных. Это вот такой крестик. Очень кропотливая здесь была работа. Пришиваются металлические крести. В серединку золотая бисеринка. Сверху вот так крестом трунсал золотой. Нужно было вырезать и аккуратно его пришить. По кругу медный трунсал. Но, видите, тоже нужно было аккуратненько его вырезать. Выложить все эти стежочки. Чтобы смотрелся крестик аккуратно. И в серединке пришиваются красные бисеринки. И вот такая хрустальная бусинка. Вот здесь вот. Очень красиво смотрится. Мне кажется, у меня получилось. Дальше. Здесь у нас есть вот такой элемент. Называется второй элемент. Это вот такая бусина, которая плетается тоже другими бусинками поменьше и бисеринками. Кстати, вот здесь у меня как раз пришиты мои бракованные бусины. Здесь, к сожалению, в этих наборах нет ни одной бусинки запаса. Все положено под расчет. И, к сожалению, очень много брака. Но мы об этом поговорим через несколько минут, секунд. Не знаю, сейчас вот дорасскажу, да покажу. И поговорим об остатках материала. Так вот. Вот здесь у меня как раз пришить эти бракованные бусины. Я их выкладывала, как могла, чтобы не было видно брака. И здесь у нас используется вот такой вот элемент. Это вот такое плетение, когда вокруг бусины формируются вот такие красивые, как бы как цветочки. Из поменьше бусинок и бисеринок. Так, набирается по 4 бисеринки и выводится между бусинками. И вот так по кругу. Очень красиво. Также еще шишка здесь. Вот она. Шишка выполняется следующим образом. Пришивается бусина. Давайте вот так, наверное, буду вам держать, показать. Пришивается большая бусина. Вокруг бусины пришиваются вот такие бусинки поменьше. Потом через одну бусинку выводится ниточка. Нанизываем на ниточку 3, одну бусинку и 2 бисеринки. И потом эту ниточку продеваем через следующую бусинку. И вот так по кругу выполняем первый ряд. Потом выходим на второй ряд. Точно так же нанизываем в другой порядок бусины бисерин. И потихоньку оплетается. На самом деле очень легко. Смотрится эффектно. Прикольный элемент. Мне понравилось его выполнять. Ну вот, я быстренько-быстренько пробежалась. Все вам показала. Обо всем рассказала. И давайте перейдем к материалам. Итак, перейдем к материалам. Все мои материалы, остатки находятся вот в пакетах. Я обратно все это сложила. Что у меня осталось. Есть у меня пакет просто с пустыми пакетиками. Видите, их очень много. Это те материалы, которые у меня ушли в ноль. Не осталось ни одной бисеринки, ни одной бусинки. Ничего. Все под ноль. Дальше у меня есть некоторые материалы, которые остались. Но их, в общем-то, мало. Вот, к примеру, трунцал. Вот, посмотрите. Трунцал разного калибра. Скажем так. Тканитель. Трунцал крупный. Простите. Трунцал медный и золотой. Видите? Осталось мало. На самом деле, трунцал, он очень сложный материал. Если при вышивании его зацепить ниткой, он можно его прям просто весь вырвать. Он может вытянуться. Можно зацепить рукой. Он очень цепкий, трунцал. И поэтому нужно давать больший запас. Видно, что есть запас. Но это процентов 10, скажем так. Очень такой скромный запас. Прямо все рассчитано впритык. Не дай бог ошибиться. Дальше. Вот эти два основных вида. Здесь у нас бисер и хрустальные бусинки. Они использовались именно в фоне. Очень много. Вот здесь вот между различными нефритом пришивалось. Очень много вот этих материалов. Видите? Осталось мало. Буквально тоже процентов. Может быть 5 до 10 процентов осталось. Остаток маленький. Креник. Осталось его много. Золотой, который идет в фон. Потому что я вышивала в одну нить. Креник, который вышивается вот здесь вот в капельках. Вот видите? Одна ниточка. Буквально там ни о чем. Ну, это вот одна. Осталась просто бисеринка какая-то, бусинка. Дальше хочу вам еще что показать. Вот видите? Вот такие остатки. Вот покажу вам еще вот здесь пакет с остатками. Не буду прям все показывать. А вот так пористаю. Каких-то вот там 4 осталось бусинки. Тут вот что-то еще осталось. Беленьких чуть-чуть. Какого-то там бисера может быть совсем мало. Вот одна капелька осталась. Какой-то есть запас. Ну, знаете, все так очень, очень все. Скудненько. Маленький запас. Есть, но он маленький, правда. Маленький-маленький такой запас. 5-10 процентов может быть. То есть, каких-то побольше, каких-то поменьше. Тоже как-то странно все упаковано. И хочу поговорить о браке. К сожалению, очень много брака было в материалах. Хочу начать с основного материала. Нефрит. Это вот эти зелененькие камушки. Неровные. Неровно обработанные, дробленные. Их здесь очень много пришивается. Вроде бы, вот видите, есть остаток. Вот. Есть остаток. Но это брак. И мне из брака приходилось выбирать. Почему брак? Сейчас я вам покажу, почему брак. Постараюсь вот так на белой картоночке, чтобы вам было хорошо видно. Эти камушки очень плоские. Мелкие и плоские. Должны быть вот такие вот кругленькие. Кругленькие. Ну, кругленькие. Понятно, они не круглые. Но какого-то более такого объемного размера. Чтобы создавать вот этот эффект. А здесь остались именно плоские такие маленькие обломочки. В конце работы мне приходилось выбирать, сортировать и распределять этот брак. Это большой минус. В таких работах дорогих, если предусмотрен какой-то брак, то производитель должен давать больше запаса, чтобы мы могли выбирать из брака. Материалы эти недорогие. Мы знаем, что это все приходит с Китая. На Алиэкспресс вот этих бусин натуральных камушков можно купить мешок за такие деньги и собрать, не знаю, сто наборов. Поэтому вот такая экономия, она как бы себя не оправдывает. Я не могу объяснить, не могу понять логику производителя, который, в принципе, берет свои деньги за разработку. Материалы здесь по существу недорогие. Но, понятно, есть затраты у производителя. Дизайнер поработал, все это придумал, все это понятно. Но сами материалы недорогие. Поэтому должна быть хорошая, качественная комплектация. Чтобы человек при вышивке уже не сидел, не считал вот эти вот камушки. Хватит, не хватит. Сортировать, как их распределить. Особенно в начале начинаешь, конечно, выбираешь всегда получше. Значит, к концу работы будут идти хуже и хуже камушки. И по бусинам, которые я вам показывала в прошлом видео, говорила, что, может, я найду и чем-то их заменю. Нет. Все оказалось рассчитано до одной бусинки. Даже ни одной нет в запасе. Ни одной. У меня брак пришит. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Здесь еще был шесть. Еще вот здесь, по-моему, нет. Шесть бусин у меня пришито бракованных. Представляете? Их всего лишь здесь ничего посчитать можно. Но шесть у меня пришито бракованных. Какой я для себя сделала вывод? Я, конечно, сфотографировала эти бусины. Я отправлю сообщение ВКонтакте производителю. Пусть берет на вооружение. Но следующие наборы, которые я буду покупать, а я буду покупать, мне очень понравился сам процесс и итог. Я эти наборы буду открывать, сразу проверять крупные бусины. Если будет брак, фотографировать. И сразу отправлять производитель. Пусть довысылает, пусть делает докомплектацию. И если у вас есть наборы, и вы их еще не вышивали, а они лежат и ждут своего часа, я бы вам рекомендовала открыть, проверить. Ну, хотя бы проверить большие бусины. Да, бисер мы же не будем считать уже, ладно. Но большие бусины, которых мало, и они на видном месте, ну, на виду, понятно. Их нужно проверить и сразу списаться с производителем. Пусть вам высылают. Вы докладете ваш набор. И пусть он лежит. И вы будете со спокойной душой и сердцем ждать того момента, когда вы приступите вышивать. А не так, что вы уже вышиваете, пришиваете все. И уже вот-вот все закончено. А вы понимаете, что у вас брак, и вам нечего пришить. Это очень печально. Вы скажете, что это может быть только у меня? Нет, не только у меня. Мне писали девочки, что у них тоже был брак, встречался. Поэтому это такая тенденция у производителя. И в частности, вот новый канал на YouTube Вышивальный бомж. Девочка вышивала Почаевскую. Икону очень большая, дорогущая работа. И там тоже было много брака. Она и с производителем списывалась. И тоже бракованные бусины пришивала. В общем, тенденция у производителя такая не очень хорошая. Нужно держать ухо в островке, как говорится. Вот. А у меня на сегодня это все новости. Не прощаюсь, потому что завтра везу моего спиридона оформляться. И я надеюсь, что в следующем включении покажу оформленную работу. И не только эту, еще две другие, которые я сдала уже на оформление. Ну и поговорим с вами уже. Посмотрим, как у меня получилось оформить. На этом все. До следующего включения. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Я забрала моего спиридона с багетной мастерской. И хочу показать то, что получилось. Перед вами готовая оформленная работа. И, к сожалению, в багетной мастерской не все произошло гладко, как хотелось бы. Это новая багетная мастерская. Я там оформлялась всего лишь один раз. Оформляла корабль на подарок. Муж нашел эту багетную мастерскую. И решили мы отвезти из спиридона туда. Там выбор багета побольше. Но, как оказывается, мастер, который там работает, он хозяин, точнее, он не владеет техниками оформления. Девочки, две дочки, его работают там на приеме. Они тоже ничего не знают. Вот когда я сдавала работу, они говорили, да, да, мы все можем оформить. Они видели, что здесь бисер, что здесь все объемно. Но когда я пришла получать работу, конечно, я была в шоке. Муж неудачно в тот момент припарковался, и нам нужно было уезжать. В общем, мне пришлось забрать работу так, как есть, и привезти ее домой. Собиралась я ехать переоформлять. Муж меня успокаивает, отговаривает, говорит, да ничего. Ничего, и так тоже красиво. Ну, вы увидите сейчас все грехи. Это, конечно, полное безручье, безалаберие. Я не знаю, как это можно назвать. Как люди берутся оформлять такие работы без понимания, без вообще каких-либо техник, как тряпку запихнуть в раму и просто отдать. Во-первых, все висело, работа была провисшая. Когда они подтянули, стало понятно, что раму вырезали не по размеру, и часть бусинок в рамке уходит за раму. Нужно было делать здесь кивот, вторую коробочку. Ну, это же работа объемная. Они этого не сделали. Просто вот запихнули в раму, как-то запаковали и отдали. Это, конечно, шок. Но это вот наши такие здесь мастера, ламастера. Здесь очень опасно давать работу на оформление. Вот я вам правду говорю. Люди остались жить в 1980 году. Они, наверное, не знают, что сейчас уже 2021-й, что есть разные техники. Ничего не знают. Вот как могут, так работают. И не знаю, как-то выживают, блин. Ну, что тут. Мне прям вот слов нет культурно поругать их здесь. Я постараюсь вам показать поближе, что вот здесь они мне наоформляли. Сама рама деревянная, очень хорошая. И симпатичная, и все хорошо. Но вот то, что сделали, ребята, это, конечно, просто ужасно. Ужасно. Вот. Ну, я уже привыкла, что здесь у нас в Греции это большая проблема с оформлением. Я всегда жду какие-то подвохи, какие-то проблемы. Всегда стараюсь им что-то рассказывать. Но они тут, понимаете, они здесь такие твердолубые, они учиться не хотят. Видите, рама красивая. Очень красивая рама. Мой бисер весь спрятался под эту раму. Работа просто придавленная. Вот так вот сходила, оформила мою дорогущую работу образа в каменьях у наших греков. Вот так вот, девочки, мальчики. Вот так. Видите, вот здесь прятаются. Просто запихнули без всякого понимания. Запихнули под раму и все. Вот видите, что творится. Стекло еще какое-то такое мутное, может быть, мне, конечно, кажется. Ну, видны, в принципе, видны все камушки. Вот я увеличиваю на камеру. Особенно в одежде блеск. Все видно. Красиво, конечно, правда? Что-будто красивое. Но вот здесь, вот видите, вообще все ушло под раму. Вот так получается. Сейчас я немножко изменю ракурс, покажу, как это смотрится сбоку, чтобы вы больше понимали, что здесь произошло. Вот видите, ну, отсвечивает, видите, все вот. Бисер он ушел туда под раму, все придавилось. Натяжки здесь практически никакой, потому что работа, она практически как бы висит, ну, как лежит, придавленная. Свеча. Вдавленная работа. Просто вот, вот, видны все эти волны сейчас. Просто впихнули, как могли, и запечатали. Без всяких, без какого-то понимания, без натяжки. Вот запихнули, и все. Когда я получала, были видны бусинки, но работа вся была, висела. Вот понимаете, что вот здесь происходит у нас ужасно, просто ужасно. И эти люди работают, он всю жизнь работает, и, ну, как мастер, отец, хозяин этой багетной мастерской, и дочки сейчас унаследовали работу, они на приеме. И они полностью вот безмозглые. простите, что так ругаюсь, но у них нет никакого понимания, никакого чувства цвета, подбора, вообще ноль. И они работают. Вот так вот. Получили по наследству, работают, работу, магазины работают. Вот она их работа. безруки, безалаберные. Вот, пожалуйста. С обратной стороны я вам покажу, как все запаковано. Видите? Ну, запакованы вот такие вот крючочки, тросик, и дают вот гвозди, разные приклеивают, чтобы можно было прибить, повесить. Конечно, мы повесим, муж мне уговаривает, да ладно, пусть уже висит, потом когда-нибудь переохормим. Вот так вот мы когда-нибудь все и живем. Вот так вот. Ну, а рама сама симпатичная. Было бы, конечно, хорошо, если бы оформили правильно. Ну, даже в эту раму ее не переохормишь, потому что они ее вырезали с неправильным, неправильный размер вырезали. Вот. Такая-то здесь у нас ситуация. Вот такая у нас здесь ситуация с багетными мастерскими. Ну, что делать? Вот как оформлено, так оформилось. Пусть пока повисит. Когда-нибудь найдутся люди, которые смогут сделать работу качественно, и я смогу ее переоформить. На этом у меня все. Я добавлю еще вставку какой-нибудь из влога. Я много всего наснимала. много разных зарисовок. И сейчас мало снимаю видео, даже некуда вам вставить и показать какие-то интересные моменты из жизни наших прогулок на природе. Ну, вот, буду потихонечку вставлять. На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч и всем пока-пока. А это уже другая черепаха. Поменьше. Тенькие в травке сочной. Маленькая черепашка. пока-пока. не будем беспокоить сильно. Есть у нас еще вот такие деревья. Я не знаю, как они называются. Они практически без листвы. Есть листва, но очень мало. но у них вот такие красивые цветочки сиреневого цвета. И цвет стоит очень долго. Практически все лето будет стоять. И ветер здесь такой хочу показать вам поближе. Сейчас найду. Не осыпаются. Они в виде колокольчиков. Вот такие. Я не знаю, как называются. Это у нас специалист Инна Джагиста. Она знает растения. Может нам подскажет. Вот такие красивые. Особенно издалека очень это все колоритно смотрится. Вот такие вот. С близкого расстояния они конечно не очень привлекательные. Такие невзрачные. Но издалека смотрите видите дерево. Очень красиво. Особенно если в окружении зеленых деревьев создается большой контраст. А здесь у них в коробочках семена. Встречается у нас еще вот такое растение. Оно как раз сейчас цветет. Здесь мы видим уже практически отцветает. Оно вот есть несколько веточек исток. Я вам покажу. А тут как раз и пчелка сидит. Вот такие вот цветы похожи на колючку но мохнатенькие очень интересные пушистые. Вот пчелка работает. Собирает менток собирай собирай вот вот такие вот а и тут пчелка хорошо что не взялась и на меня не ужалила вот так Ну оно уже отсвело видите оно было на всех таких вот веточках везде были вот эти красные пушистые такие иголочки оно поярче оно уже отсветает Мы переходим в летний сезон засушливый уже все отсветает у многих деревьев семена уже созрели поэтому вот так но видите посадили эту рощу из этого сорта дерева видно еще не очень хорошо они прижились полив поставили у нас очень же жарко вот потихоньку приживаются и вот это еще роща тоже новые деревья относительно несколько лет и я не знаю что за деревья видно они одинаковые видно как их ветром покосило такие вот деревья но посмотрим что вырастет что это будет цветущее плодовое дерево что-то посадили в уголок и это Продолжение следует... Продолжение следует...